Доброе утро! Вы смотрите программу События в студии Виктория Шаре. Озера на улице Советской Армии больше не будет. Так автомобилисты называют Большую Лужу, которая постоянно появляется после дождей. У парка Гагарина построили ливневую канализацию и новый трубопровод протяженностью более 300 метров. Также работы будут проделаны на пересечении Красноармейской-Арцебушевской. На улице Жигулевской заканчивается строительство канализации на Днепровском проезде в Зубчининовке. Глава города лично убедился в качестве проделанных работ. Каждый год самарцы, проезжающие по улице Советской Армии возле парка Гагарина, могли любоваться живописным озером прямо на проезжей части. Здесь постоянно скапливалась дождевая и талая вода. При застройке этот участок не был оборудованной системой ливневой канализации. Теперь проблема решена. Специалисты муниципального предприятия инженерной системы построили здесь 11 смотровых и 6 дождеприемных колодцев. Проложили новый трубопровод. Чтобы не создавать проблемы жителям города, не создавать проблемы автолюбителям, был сделан так называемый прокол под проезжей частью. Была проложена стальная гильза, в которую уже заложены были железобетонные трубы. То есть движение по Советской Армии не перекрывалось. Систему ливневой канализации построили здесь по указанию городского главы Дмитрия Азарова. Мэр проинспектировал участок, проверил, как работает водоотвод. Мы в этом году предполагаем справиться еще с ситуацией в Зубчининовке на Днепровском проезде. Там тоже многолетняя проблема, нет ливневой канализации. Вот проблемные точки мы будем устранять. Но системное решение, изложенное в программе, которую мы утвердили по развитию ливневой канализации на территории городского округа Самар. А в парке имени Гагарина полным ходом идут работы по благоустройству. Долгое время отдыхать здесь было просто опасно. Любители подышать свежим воздухом предпочитали гулять в парке до наступления темноты. Мне очень нравятся аттракционы, лес, белочки. Ну вот столько страшно иногда гулять. Мне вообще нравится парк, потому что здесь красиво, природа, но есть некоторые проблемы в парке. Ты пришел с хорошей идеей погулять, а люди все сидят, кто курит, кто пьет, и очень неприятно становится. Теперь здесь будет светло по вечерам, много аттракционов для детей и никаких кафе, где торгуют алкоголем. Парк Гагарина станет местом семейного отдыха, заявил Дмитрий Азаров. Я думаю, что то, что мы сделаем в этом году, жителям понравится. Наверное, они нам что-то подскажут, выскажут свои замечания. И когда мы будем заканчивать работу в следующем году по парку Гагарина, мы уже и вот эти, может быть, новые предложения людей реализуем. 48 миллионов договор заключен на это средство. Здесь появятся дорожки. 10 тысяч квадратных метров из плитки будет сделано. Порядка 7 тысяч квадратных метров из асфальта будет сделано дорожек. Озеро будет благоустроено. Будет 115 светоточек вот на этом квадрате, только на одном, значит, восстановлено. В этом году работы в парке Гагарина закончатся в сентябре. Будет благоустроен самый большой участок. А в 2013-м реконструкция продолжится. Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИЦ, События. Дождется ли реконструкции бассейн Чайка в Струковском саду? Об этом шла речь на публичных слушаниях. И если здесь мнение жителей однозначно, бассейн нужен, то в случае со строительством нового храма на шестой просеке мнения разделились. Все за и против выслушала Любовь Коренева. Они за храм. Поддержать строительство на шестой просеке пришли местные жители. Скандал вокруг строящейся церкви разгорелся год назад, когда только закладывали фундамент. Слишком близко от жилых домов, категорично заявляли одни. Нам нужен храм, настаивали другие. Сейчас, когда здание уже построено, на публичных слушаниях решают, оставить или нет. Представляете, вот зимой православная семья, ребенка нужно причастить. А для того, чтобы его причастить, нужно везти его в храм Анна Притеча. Это очень далеко, или бабушка, допустим. Ей нужно поставить свечку, помолиться. Ей тоже очень трудно это сделать. И поэтому это очень хорошо, это замечательно, если там будет храм находиться. Еще один проблемный объект – бассейн «Чайка». Он 45 лет работал в Струковском саду. Но в 2004 году бассейн закрыли. Ему требуется реконструкция. Сторонники пришли на слушание. Но бездумно голосовать «за» не стали. Хотели сначала обсудить с застройщиком, не пострадает ли от этого сам парк. Правда, застройщик так и не пришел. Люди не получили те нужные ответы, которые они хотели бы услышать. И пришли к выводу, что мы сейчас временно откладываем данный вопрос на следующее слушание. Люди воздержались. Судьбу объектов теперь будет решать комиссия с землепользования. Последнее слово за ней и за городской администрацией. Но мнение жителей, которое прозвучало на публичных слушаниях, обязательно учтут. Любовь Коренева, Иван Карпов, ГИС-события. Учтут ли мнение жителя Самары Сергея Плотникова? Житель дома 46А по улице Владимирская передает свой привет управляющей компанией «Коммунальник». В подъезде провели косметический ремонт, но проконтролировать результат руководство компании не удосужилось. Цитата. «Входная дверь, как после обработки кислотой, точтит утеплитель. Исправляйтесь, требует Сергей Плотников». Вы также можете передавать свои фото и видеоприветы недобросовестным управляющим компанией. Ждем писем на электронный ящик. Найдем вместе управу на управляющую компанию. Бдительность и неравнодушие проявили и пассажиры метро. В понедельник утром работа станции метро «Гагаринская» была остановлена на 30 минут. Кто-то оставил сумку, пассажиры позвонили в полицию. Оперативники проверили кладь, ничего взрывоопасного в ней не оказалось. Ко мне эвакуировали? Нет? Нет. А вы откуда знаете, что сумка в основе? Ну вот, просто проверили, что сумка, мальчишка пришел. Забрал сумку и все. С собакой пришел? Нет, зачем? Еще две точки с нелегальными игровыми автоматами ликвидированы в Кенеле. Наш корреспондент Павел Баймаков вместе с прокурором наблюдали за уничтожением одноруких бандитов. Больше эти однорукие бандиты никого не оставят без денег. Сегодня 114 игровых автоматов отправятся в утиль. И для одноруких год високосный. За полгода в Кенеле закрыли пять игорных заведений. Урожай весомый. Более 150 игровых автоматов и 140 тысяч рублей, которые в них успели оставить. По словам прокурора, зачастую владельцы нелегального бизнеса, невзирая на запрет, даже не пытаются маскироваться. Устанавливают игрушки на вокзалах и в других общественных местах. Причины этого, говорят, невысокий штраф – всего 3000 рублей и конфискация бандитов. Более продуманные дельцы организуют сетевые азартные игры под видом интернет-кафе. Автоматы уже не в моде. Во-первых, они и дороже, игровые автоматы. И они тяжелые. Их перетаскивать с одного места на другое. А поставить один компьютер, подключить его кобелями в сеть и осуществлять на нем игорную деятельность – это более легче. В этом году в губернии было уничтожено несколько сотен игровых автоматов. В одном только Кенеле на сумму 2 миллиона рублей. Павел Баймаков, Иван Карпов, ГИС События. Арбузы в законе. Вместо нелегальных киосков в Самаре появляются официальные. Отличить их можно по ярким баннерам. Также у продавцов должна быть вся разрешительная документация. Договор торговцы бахчевыми должны заключить с МП ярмарки Самары. Пока в городе только две правильные точки. Остальные только проходят согласование. До 7 августа еще почти сотни торговых точек должны остать легальной. Тех, кто не хочет торговать по закону, будут штрафовать. Согласно закону Самарской области, пункта 6.1, все люди, кто осуществляет розничную торговлю вне мест, предоставленных муниципалитетами, будут штрафоваться от 1 до 3 тысяч рублей. Штрафуют и родителей трудных подростков. В администрации Самары работает телефон горячей линии, куда можно позвонить в любое время суток и сообщить, к примеру, о шумной кампании. По каждому сигналу проводится проверка. В рейд по сомнительным местам промышленного района вместе с правоохранителями отправилась наша съемочная группа. Учиться на тройке по дому не помогает, да еще и пиво распевает прямо на улице, никого не стесняясь. За что и угодил в полицию вместе с другом-собутыльником. Да, не о таком сыне мечтала мама. С футбольного поля в отдел по делам несовершеннолетних. Подростки разгружают рюкзак, доверху наполненный пивом и закуской. На вопросы отвечают дерзко. Спесь немного сбавляют, когда понимают, дело не шуточное. Тут не просто профилактическая беседа, на них уже и протокол составляют. Да и маму тоже вызвали. Они боятся наказания родителей, потому что родители лишают их каких-то привилегий. Там кто-то карманных денег, кто-то походов на улицу, прогулок каких-то, каких-то покупок возможных и так далее. А то, что они немножко агрессивно реагируют, то есть, ну, во-первых, все понятно, что они агрессивно реагируют. Во-вторых, они считают, что они не нарушают нормы законодательства. Подростков задержали в ходе рейда в промышленном районе. Такие проверки проходят регулярно по заявкам бдительных жителей. Самарцы по телефону горячей линии сообщают обо всех местах своего района, где собираются шумные компании. Многие граждане в беседе с ними осознают и даже обещают, что больше этого не повторится, не будут посещать детские парки со спиртными напитками. За полгода в городе было задержано более двух тысяч подростков, распивающих спиртные напитки в общественных местах. На родителей наложен штраф в размере от 300 до 1500 рублей. Марина Матвеевична, Дмитрий Тарасов, ГИС События. 28 самарских школ уже готовы к 1 сентября. Сейчас образовательные учреждения готовят к новому учебному году. Проверяют исправности электропроводки. Стены и полы в коридорах покрывают негорючим материалом. 132-я школа Ленинского района уже почти образцово-показательная в плане безопасности. Одна из первых выполнила последние требования Госпошнадзора. Школа оборудована автоматической системой обнаружения пожара. Подробнее расскажем далее. Одним из требований пожарной безопасности является наличие межэтажных дверей, отделяющих межэтажное пространство от общего коридора. Эти двери должны быть оборудованы доводчиками, просто говоря, устройством для самозакрывания. На всякий пожарный случай в этой школе готовы к любому ЧП. Тревожная кнопка, голосовое оповещение, система автоматической пожарной сигнализации по последнему слову техники. Когда происходит, допустим, возгорание или какой-то очаг, сигнализация срабатывает на дым, немедленно она срабатывает, идет оповещение по школе речевое, там определенный текст, что необходимо покинуть. И она называется не только система оповещения, но и управление людьми при эвакуации. То есть куда, какие кабинеты, кто эвакуируется. В коридорах безопасны перемены. Паркет заменили на негорючее покрытие, масляную краску, на водоэмульсионную. Требования пожарных пути эвакуации должны быть открыты для спасения. Гордость школы, система видеонаблюдения уже дала свои результаты. Нам просто позвонили и сказали, что с вашей школы, с этого телефона был произведен звонок. На наше счастье мы смогли воспользоваться системой видеонаблюдения. Наш первый этаж оснащен шестью камерами. То есть мы отмотали запись, увидели, во сколько это звонили, кто это звонил. Но, естественно, работали с этим человеком. Работы в 132-й в завершающей стадии. Месяц на то, чтобы все доделать. И выполнить последние требования пожарных. Установить вентиляцию в столовой. На это из городского бюджета выделено 300 тысяч рублей. Айгуль Заганшина, Мурат Гасанов, ГИС События. В рамках проекта «Билдинг. Сад» открылась новая группа. Еще 40 малышей теперь под присмотром преподавателей и педагогов. На первом этаже жилого дома открыли частный детский сад. Финансирует его муниципалитет Самары. «Билдинг. Сад» в Самарской области. Проект новый. Утро начинается с зарядки. Сейчас лето и почти все время ребята играют. Осенью с ними будут заниматься педагоги. Психологи, музыкальные работники и логопеды. Все это уже входит в стоимость посещения детского сада. Зарядка для губ и для язычка. Различные игры и упражнения на развитие словаря. У нас берется определенная лексическая тема, например, лето, зима, дикие животные, домашние животные. Вводим в словарь детей какие-то новые понятия. Платить дороже родителям не придется. Стоимость пребывания в «Билдинг. Саду» такая же, как и в обычном. 106 рублей в день. В департаменте образования говорят, проект «Билдинг. Сад» помогает легализовать частные дошкольные учреждения. И государству выгодно. Такие детсады открыть проще, и мамы могут спокойно идти на работу. Понятно, что очередность-то есть на сегодняшний день в детском саде. И решить ее одномоментно, не объединяя усилия и ресурсы всех уровней власти, ее невозможно. Поэтому вот как раз этот проект – это пример реализации принципов частного государственного партнерства. Пока в городе работают всего 4 «Билдинг. Сада». На очереди еще столько же. До конца года больше тысячи дошколят получат место в детских садах. Евгения Белова, Владислав Манин. ГИС. События. Моряки отметили свой любимый праздник – День военно-морского флота. Неофициально его называют Днем Нептуна. За традиционными развлечениями моряков наблюдала Марина Матвейшина. С ними Бог и Андреевский флаг. Все, кто служил в военно-морском флоте, отмечают свой профессиональный праздник. Вот сегодня ходил парень, он кричал, кто с Северного флота, кто с Балфлота. Это землячество, это хорошая вещь, это преимущество из поколения. Есть люди, кто служили по 20 лет назад, по 30 лет назад, находят сейчас Северо-Морск. Они вместе там жили, служили, они вместе плавали. На один день Самарская набережная у Ладьи будто превратилась в приморский портовый городок. Вокруг моряки и морячки в тельняшках и бескозырках, а под ногами снуют мальчишки в новеньких моряцких костюмчиках. Сотни дней, проведенных в море, навсегда объединили этих людей. Братством, дружбой и нету, сколько я ходил, не видел ни разу, чтобы какие-то после моряков были последствия негативные, как после 2 августа, ребята, извините, но за моряками такой грех не бойится. Братья-десантники тоже передали привет морякам. Они вместе и все в тельняшках. Во время Великой Отечественной войны наш батя Василий Филиппович Маргелов командовал ротой Московской пехоты. Естественно, они носили тельники, только такого синего цвета, черного цвета. И изначально пошло так, что десантники стали носить именно тельняшки, но только уже голубого цвета, цвета неба. На набережной работала полевая кухня, куда быстро образовалась длинная очередь. И полили самые настоящие пушки, что приводило в восторг юных моряков.